Субтитры делал DimaTorzok Резко вода стала подниматься. Сначала одна речка поднялась, потом с другой стороны речка. Холодильники стали падать, пока собирали, вода поднялась уже по горлышко. Быстренько залезли на второй этаж. Только так спаслись. Чуть-чуть не хватило до второй этаж. Где-то было 2,5 метра, это точно. Короче, нужно что-то или пакеты для бедра, куда все мелкое нужно покидать. Такого затопления домовладений никогда не было. Живем в данном доме с 96-го года. Вода во дворе была неоднократно, но в дом вода никогда не прибывала. Вода прибыла 30 сантиметров, до потолка не дошла. Мы здесь с детьми ждали МЧС, еле спаслись. Уже подбородки наши были в воде. Очень тяжело, но мы это пережили. Дом придется, конечно, восстанавливать полностью. Имущество 100% все утеряно, мебель и техника все утрачены. Но главное, мы живы. Очень много помощников. Мы очень всем благодарны и думаем, все будет хорошо. Мы на это надеемся. Это наш гараж, в котором было очень много имущества. Сейчас он разрушен водой полностью, разрушены стены. Крыша у нас поехала. Если честно, даже не знаем, что придется делать. Водой выдавила часть стены. Наши шкафы плавали. Эта отметка не конечная, было выше воды намного. Вот, выдавила. Сняло с петель две двери. Все плавало очень-очень хорошо. Поэтому потеряли очень много обуви. И все, что плавало в доме. Это наша кухня. Холодильник упал буквально в течение 20 минут, как пришла вода. Холодильник у нас большой, двухкамерный. Упал, перегородил дверь. Варианта зайти в комнату не было. Практически по самому трубу, которая вот вверху, у нас была вода. И вот мы в двери вышли, зашли в крайнюю комнату, взяли документы. Выходим, мы не смогли выйти. Потом воды не было в доме. Она шла через дверь, буквально полметра, и я дверь не открыла. В этой комнате стояла двухъярусная кровать. Вот трое детей и я. Мы на двухъярусной кровати вверху. Сначала шифонер упал, потом наша кровать начала двигаться. Потом мы начали с кроватью переворачиваться. В общем, полустарова. Это вот такой пик, когда вода перестала пребывать. Ну, мы сидели, вот так под ним было. Ну, нам надо каждый день, может, менять людей как-то. Ну, короче, нам надо каждый день. Я думал, что в районе недели нам надо... Понимаешь, еще плюс. И люди разные. Даже если я смотрю, у кого есть возможность, кто-то рядом дома будет чуть-чуть. КОНЕЦ